Всем привет! С вами бренд-шеф печи из Тома Лосуна Форту. Сегодня мы с вами проведем обзор печи из Тома модель ЕМ. Я расскажу основные режимы приготовления и познакомлю вас с конструктивными особенностями, благодаря которым эта печь является уникальным оборудованием и позволяет вам приготовить новые блюда из самых доступных продуктов. А теперь рассмотрим классические системы нагрева и технологию 3D Souround Heat. У меня в руках гастроемкость. Внутренняя ее часть имитирует внутренность рабочей камеры. В другой руке у меня ТЭН. Если попытаться приложить ТЭН с любой стороны к камере, то мы получаем технологию приготовления классического духового шкафа, в котором внутри рабочей камеры температура распределяется очень плохо. И как следствие, продукция, которая в нем готовится, получается неравномерного колера. Края подгорают, середина не колируется. Следующий вид нагрева – конвекция. Внутренняя часть рабочей камеры – ТЭН. Здесь у нас есть еще вентилятор. Именно он помогает распределить температуру, равную внутри рабочей камеры. Но тут появляется другая проблема. Конвекция – это сухой жар. Именно из-за него продукты стремительно теряют влагу в камере. А теперь уникальная система нагрева 3D Souround Heat. У меня в руках сейчас низкотемпературный ТЭН, который я накручиваю на все стороны камеры, то есть опоясываю со всех сторон. Благодаря тому, что ТЭН греется во всех точках, мы получаем внутри равную температуру, абсолютно исключая иссушивающую конвекцию. А для поддержания оптимальной температуры и влажности в камере мы используем специальный тепловизационный материал. Его, кстати, применяют при строительстве космических кораблей. И сейчас вы поймете почему. Итак, включаем горелку. Температура на этой горелке в среднем более 2500 градусов. Пробиваем в одно место. Дальше я прикладываю руку. И посмотрите, не ощущаю абсолютной этой температуры. Можно даже длительно держать, эффект не меняется. А теперь на секундочку вспомните, что в СТОМе необходимо поддерживать всего лишь максимально 140 градусов. Насколько там этот материал эффективен. На внутренней стороне рабочей камеры есть заслонки. Они необходимы для отвода лишней влаги. И мы открываем их, если загрузка в камере свыше 20 килограмм. Первый. Режим холодного копчения. Самый важный и уникальный в камере. Внутри рабочей камеры у нас расположен тент. Чтобы его активизировать, необходимо зажать кнопку копчения 2 секунды. После чего щипа в кассете начнет тлеть. Для цикла холодного копчения необходимо выше поставить гастроемкость со льдом. Лед нужен, чтобы обстечь температуру дыма высокую. Соответственно, благодаря этому в камере мы сможем создать условия, при которых температура дыма не будет превышать 40 градусов. Это важно, поскольку именно эти оптимальные условия позволяют делать лучший цикл холодного копчения. Второй режим. Это ночное приготовление блюд. Благодаря тому, что печь автоматически переходит из цикла приготовления в хранение, утром вы будете получать великолепный розбив из самого бюджетного отруба. Также идеально получаются мяса для формата пуллитбургеров и любое соусное блюдо, такое как особо, говяжьи языки и говяжьи щеки, всегда будут идеально получаться в ночном режиме. Третий режим приготовления блюд. Это цикл горячего копчения. В камере мы можем выставить любую температуру до 140 градусов и в любой момент активизировать тен копчения, что в свою очередь позволит нам наполнить камеру густым дымом. Любая продукция идеально прокоптится. Четвертый режим приготовления. Это банкетная система. Сценарий таков. Предварительно за 5-6 часов вы укладываете в камеру крупная труба. Если это говядина, то рябая лоит, стрип лоит, либо альтернативные. Если это свинина, то лучше всего подходит шея. Готовите при невысоких температурах в камере с помощью щупа до полуготовности. Затем печь автоматически переходит в режим хранения и держит мясо в этом состоянии. Когда наступает время подачи, все, что необходимо сделать, это распорционировать ваше блюдо, быстро обжарить с двух сторон на любом гриле и уже подавать на стол. Такая технология позволит вам подавать всегда идеальное мясо для самых важных банкетов. А теперь перейдем к конструктивным особенностям печи. И начнем с копчения. Внутри рабочей камеры у нас установлен вот такой вот тен. Соответственно, берем кассету со щупой и устанавливаем на этот тент. Можем его активизировать в любой момент приготовления. Делается очень просто. Выбирается кнопка копчения и мы можем выбирать время максимально полтора часа, минимально 15 минут. Благодаря этому в любой момент приготовления мы можем активизировать дым. И именно это существенно отличает истому от любой коптильни, поскольку в коптильне дым образуется минимально при 120 градусах. Здесь же мы можем отдельно иметь температуру в камере и подключать в любой момент дым. А теперь только задумайтесь. Истома с рабочим объемом в 190 литров потребляет всего лишь 3 киловатта и даже не требует подключения к воде. Вот такие вот конструктивные особенности у этой прекрасной печи. И, наконец, комплектация. Здесь у нас два решетчатых противня, кассета для щупы, термощуп для точного приготовления блюд и поддон для сбора влаги. Вот такая печь. До новых встреч!